Украина самая важная 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 Потому что людей поили технической водой Ну и так далее В общем, люди там переживают ужасы Мне до сих пор пишут Тем мариупольцы, с которыми я записывала интервью Они иногда выходят на связь и что-то мне сообщают И они мне пишут Мы до сих пор не можем забыть, что мы пережили В этих пунктах фильтрации Вот они сейчас во всех захваченных городах Их очень много Об этих пунктах фильтрации, конечно, есть масса всяких сведений, потому что люди после них добираются иногда все-таки до территории нероссийской И рассказывают всю правду, но надо сказать, что ужасы эти только концентрируются и увеличиваются И в связи с этим особое беспокойство вызывает сообщение российского министерства обороны о том, что вроде как достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с Азовстали Но вывозить их будут, как говорят представители российского Минобороны, по гуманитарному коридору в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республике Я сейчас цитирую Для оказания им всей необходимой помощи Вот я с трудом себе представляю, что может произойти с военнослужащими Украины на территории так называемой ДНР Потому что, собственно, мы знаем, что именно подразделения ДНР, которые находятся под контролем России, участвовали в военных преступлениях, которые уже зафиксированы И, конечно же, какого-то такого отношения военный-военный у этих подразделений к украинским военным нету Если продолжать рассказывать военные новости, то у меня есть сообщение командования ВВС Украины о том, что 15 мая, то есть накануне, ударная авиация украинская нанесла очередной удар по водной переправе российских войск На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец И всего за сутки поражено 11 воздушных целей Это рассказывает украинская сторона Два вертолета, семь беспилотников и две крылатые ракеты И вот если говорить о переправах, то появилась статья в New York Times, которая рассказывает о том, как Россия просто теряла одно за другим подразделение в районе форсирования Северского Донца, в районе Рубежного New York Times говорит, что это военная катастрофа Дело в том, что в этой статье анализируются данные, полученные Институтом исследования войны американским И даже пророссийские военные блогеры, как говорит New York Times, начинают говорить о неудачах России на поле боя, стоя под сомнение компетентности ее военачальников По мере того, как масштабы произошедшего становятся все более очевидными, катастрофа, похоже, прорывается сквозь жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь Это слова из статьи И говорится о том, что есть анализ, вышедший 14 мая у Института исследования войны И в нем говорится, что в результате только одного форсирования Северского Донца в районе Рубежного Вооруженные силы Украины уничтожили 485 из 550 направленных туда российских военных и более 80 единиц техники То есть это массовая гибель, это полтысячи человек И попытка этой переправы показала ошеломляющее отсутствие тактического смысла, как пишется в анализе Института исследования войны Ну и, в общем, еще раньше, да, опубликовали эти съемки Сверху разбитая военная техника, погибшие солдаты по обе стороны реки и так далее Ну, в общем, это довольно серьезные потери, которые уже доступны всем, в том числе и прокремлевским военным блогерам Как уже отмечает New York Times Кроме этого, у меня есть последние данные сегодняшние от представителей Пентагона О том, как идет, собственно, война, развязанная Россией против Украины По его данным, война на Донбассе в основном заключается в обмене тяжелым артиллерийским огнем И по его словам, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, российские успехи характеризуются как неравномерные, медленные, постепенные, кратковременные и небольшие Россия никак не продвигается в попытках построить переправу через Донец Украина укрепляет позиции вокруг Харькова, она оттесняет российские войска на линию в 3-4 километра от границы с Россией Как сообщил Пентагон, Россия выпустила около полдюжины ракет по Львову И некоторые из этих ракет попали в учебный центр военный в Яворев Но США оценивают этот ущерб как незначительный для некоторых зданий Сообщается, что эти ракеты были запущены с подводной лодки из Черного моря, но подтверждения этого нет Также продолжаются поставки военной помощи Украине Уже 10 поставок по воздуху из 7 стран за последние 24 часа И США оценивают, что у России сейчас 106 батальонно-тактических групп БТГ на территории Украины Из тех более чем 140 БТГ, которые первоначально были развернуты против Украины и сконцентрированы на ее границах Самая большая концентрация на юге – это 50 БТГ Более 20 БТГ в восточной группировке, они ориентированы на Донбасс И почти 20 центральной группировки, они тоже ориентированы на Донбасс Западная группировка насчитывает около 5 БТГ И они довольно статичны в тех местах, где находятся, без серьезных изменений Это говорит Пентагон Ну и он говорит, что мы видим, как российские войска продолжают нести потери Они теряют оборудование, личный состав и свои различные системы каждый день Но, наверное, по телевизору в России об этом не сообщают Ну, практически нет С другой стороны, ты знаешь, Ксюш, мы видим одну штуку в российских медиа Которая наблюдалась несколько раз уже в российской истории Когда начинает эксплуатироваться тема погибших пацанов Когда вот от полного непризнания жертв Переходят к такому вот патриотическому нарративу Люди погибли за Родину Мы должны и так далее Ну, в общем... Да, и ты знаешь, я рассказывала даже как раз в нашем последнем подкасте О том, что предлагают местным властям в ряде городов Переименовать улицы в честь погибших героев якобы Ну, все это так и есть Но самое главное, понимаешь, Ксюш, я вижу, что это происходило всегда То есть, например, в ходе совершенно бессмысленной и беспощадной советской войны в Афганистане Через какое-то время афганская романтика, афганская тематика тоже начинала захлестывать молодежь Я знаю добровольцев, которые туда шли При абсолютном понимании и бессмысленности той афганской войны То же самое с войной в Чечне Ну, а ты думаешь, что сейчас романтика захлестывает людей? Мне кажется, что, возможно, были такие люди в 2014 году Когда звучали вот эти все слова Ополчение, ополченцы и так далее Свободный народ Донбасса И эксплуатировалась эта тема Мне кажется, сейчас уже люди скорее боятся войны Но, может быть, я не права Речь не идет о оправданности ее Речь идет о почитании погибших по приказу Родины Вот в чем дело Это как бы отдельная, другая военная романтика Я натыкаюсь на группы ВКонтакте В которых под сообщениями о гибели совсем молодых ребят в Украине Просто десятки, иногда сотни комментариев Там слава героям, но совершенно не в украинском понимании Вот за Родину погибли и так далее То есть существует, и в России это более или менее традиционно Такое почитание людей, которые Вот несмотря на всю бессмысленность того, что происходит Пошли, выполнили какой-то приказ Ну и романтизация всего этого Поэтому я бы не недооценивал эту составляющую информационного фона Но надо сказать, что точно проиграл Кремль в информационном фоне И вообще это то, что все заявления Я на этом дальше остановлюсь О том, что и вот этой войной и так далее Там Путин отодвигает НАТО от России Конечно же, все случилось наоборот НАТО к России придвинулось Мы сегодня об этом еще поговорим Ну а я предлагаю сейчас сказать несколько слов О военной романтике другого порядка Я имею в виду защитников Мариуполя И вообще то, что происходит в Мариуполе И вокруг этой ситуации Во-первых, жены и матери защитников Мариуполя Попросили лидера Турции Эрдогана И китайского лидера Си Цзиньпина Помочь спасти их Супруги и матери защитников Мариуполя Которые держат оборону на территории завода Азовсталь Рассказали, что у бойцов заканчивается вода, еда Лекарств давно нет И мы тоже об этом сообщали Наши парни и девушки, находящиеся на Азовстале Это пример верности нашей стране Пример для всего человечества Они терпят такое, что мы бы с вами не смогли вытерпеть Мы порежем палец, и нам больно А у них валят те части тела, которых уже нет У них заканчивается, а может уже и закончилось все Вода, еда, лекарства О них даже и речи не идет Их уже давно нет И постепенно заканчивается жизнь Каждую секунду говорят они в обращении к этим мировым лидерам Это уже не первое обращение к международной общественности Мы рассказывали о том, как жены бойцов Азова, которые до сих пор там находятся, встречались с папой римским И всячески вот эти сигналы передаются именно на международном уровне И в эти выходные мы видели, как этот сигнал прозвучал со сцены Евровидения Конкурсов, которым выиграла именно украинская группа Оркестр Калуша или Калуш Оркестра И они со сцены после своего выступления призвали спасти людей Которые остаются в Мариуполе Которые остаются на заводе Азовсталь Прозвучал такой человеческий гуманитарный призыв И многие опасались, что их снимут после этого с конкурса, дисквалифицируют Потому что это может быть расценено как политический призыв Но все-таки организаторы конкурса это расценили как гуманитарный призыв Ну и очень примечательна, конечно, реакция России на то, что происходило Я ее сегодня изучала и вышла на нашем сайте колонкой Я собрала высказывания российских деятелей, политических и обычных граждан Которые в соцсетях пишут и разных знаменитостей Это очень похоже на то, как реагировали на Анджелину Джоли во Львове Так если коротко Мария Захарова заявила Согласитесь, без победы Украины на Евровидении Картина случившегося с этой страной была бы неполной Национальные костюмы, музыкальные инструменты Две бабы-яги на струнных Брейк-данс и кричалки про Азовсталь Европа аплодирует стоя Занавес, почему национальные костюмы и музыкальные инструменты здесь используются как что-то негативное Я не очень понимаю, но, наверное, Марии Захаровой виднее Она это как какое-то оскорбление использует Вот Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам Которого несколько лет назад обвиняли в харассменте Он знает толк в двойных стандартах Так вот, он как раз о них и сделал заявление Он сказал, так называемой победе не помешало даже такое прямое нарушение правил конкурса Как призывы украинской группы со сцены Помогите Мариуполю Ведь политические демарши на конкурсе строго запрещены Организаторы ловко назвали это гуманитарным жестом Ну и больше всего, конечно, меня порадовал комментарий музыкального продюсера Иосифа Пригожина В стиле «Я не расист, но» Он заявил, я мегатолерантный человек, не гомофоб Но смотреть гей-парад в виде Евровидения я не хочу Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку Там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого Я не против этих людей, но против того, что нам мешают думать по-своему Но я, честно говоря, здесь не поняла Какой-то аллогизм тут все-таки дали за политику За какие-то политические призывы, как они утверждают Или потому что это гей-парад В общем, тут сложно какую-то логику увидеть Вот последнее, что я по этому поводу скажу Очень важно Появился такой интересный нарратив В этом Евровидении во всем Сравнивают Украину с движением Black Lives Matter Неожиданно Вот Тина Канделаки сказала, что эксперимент с БЛМ был, видимо, разминкой И потом вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев тоже сказал Украина – это новое БЛМ Ну, конечно, очень странное такое сравнение Но, с другой стороны, в нем есть смысл, если так подумать Потому что они сравнивают страну с неким движением И это укладывается в общий такой нарратив об Украине Как недостране То есть это не страна Это вот что-то искусственно создали Какое-то движение активисты Их называют украинцами Но это вот такие активисты Они создали нечто И это вошло в моду И сейчас поэтому весь мир поклоняется На колени встать готов и так далее То есть это укладывается вот в эту общую картину Которую транслирует российская пропаганда Вот такая была реакция на победу Украины в Евровидении Ну, это понятно, что в России как бы немножечко подгорело у людей По поводу того, что есть европейское единство в отношении Украины Но надо сказать, что это же не только Европа единая с Украиной Америка тоже делегация американских сенаторов Вот в прошедшие выходные под руководством лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла В общем, немолодого уже человека И, надо сказать, достаточно активного Прибыла в Киев Она провела встречу с Зеленским Также кроме МакКоннелла в этой делегации Были Сьюзен Коллинз Республиканский Тоже сенатор Значит, Джон Бараса Из Техаса И Джон Корнин Он тоже из Техаса И, в общем, они гуляли с Зеленским по Киеву Зеленский назвал этот визит мощным сигналом двухпартийной В смысле, американской поддержки Украины Со стороны как Конгресса, так и американского народа Ну и если продолжать о европейской солидарности с Украиной То есть данные с брифинга Закрытого брифинга Представитель Евросоюза Который сообщил, что Евросоюз будет адаптировать Свою военную помощь Украине В расчете на долгие вооруженные конфликты Будет отдавать преимущество поставкам Тяжелой военной техники Я прошу прощения, что я возвращаюсь Опять к сугубо военной тематике После тематики песенной Но она очень важна Оценка представителей Евросоюза Мы считаем, что уже имеем дело с затяжной войной на истощение Конфликт будет долгим И на поле боя главное зависит от устойчивости усилий Украины Перед таким же вызовом оказалась и Россия Сказал чиновник ЕС И ЕС намерен адаптировать свою помощь Украине К долгому военному конфликту И сейчас приоритет стран-членов ЕС Как можно точнее отвечать на запросы украинцев Эти запросы состоят в поставках тяжелого вооружения Ну, в общем, я еще напомню Что тяжелое вооружение поставляет США И гаубицы, которые США переправили в Украину Они уже используются на Донбассе И в окрестностях Харькова Уже 74 из 90 предназначенных для Украины Просто в бою 89 из 90 в целом доставлены в Украину Если говорить дальше о Евросоюзе Дело в том, что сегодня было сказано Что пока Евросоюз не смог согласовать Шестой пакет санкций против России И это сказал главный европейский дипломат Джозеп Боррель Я его сейчас процитирую Мы не смогли согласовать шестой пакет Этот вопрос вернется на рассмотрение Постоянных представителей стран ЕС Ну и разногласия по поводу эмбарго на нефть Там, видимо, будут находиться какие-то схемы Которые позволят уломать, что называется, Венгрию Но Венгрия так вот более или менее эффективно Саботирует энергетические санкции против России Мы это видим Россия сама при этом из всех европейских структур Выходит по ускоренной процедуре В частности, Вячеслав Володин, председатель Госдумы Сегодня сказал о том, что Россия выходит Из парламентской конференции стран Балтийского моря Ну и, в общем, понятно, почему Швеция и Финляндия То есть не последние страны в этом регионе Входят в НАТО Уже это решено Некий ответ парламентский на это При этом генсек НАТО Ян Столтенберг назвал Неформальную встречу министров иностранных дел НАТО Которая была в Берлине 14-15 мая Свободной и конструктивной Вот там обсуждалось как раз Присоединение Швеции и Финляндии Так сказать, поддержка Украины и так далее В общем, очевидно, что все движется Как я уже говорил сегодня Против тех целей, о которых публично заявлял Владимир Путин В частности, Швеция и Финляндия Все, они уже решили Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон Она сегодня заявила, что Проинформирует НАТО о желании ее страны Стать членом Североатлантического альянса И то же самое говорит Финляндия Они уже официально приняли решение о вступлении Скорее всего, в ближайшее время Может быть, заявка будет подана в среду Ну вот за ближайшие три дня Как себя ведут на этом фоне российские дипломаты? Это вообще изменение языка российского МИДа И его соответствие признаком, общим признаком российской власти Становится просто отдельной темой для, в том числе, лингвистического изучения, я думаю Ну вот, есть дипломат, да? То есть дипломат – это некая роль в государстве Его высказывания должны быть более, что называется, спокойными, более сбалансированы Чем, например, высказывания политиков Да Главный в российском МИДе, который отвечает за отношения США Сергей Рябков, замглавы российского МИДа Сказал, что, ну что, если НАТО заложит в свою концепцию новую Что Россия представляет непосредственную угрозу Североатлантическому альянсу Будем создавать им, я сейчас цитирую его Будем им создавать непосредственную угрозу Чтобы быть на высоте этой оценки Ну, то есть вот дипломат Вместо того, чтобы говорить о том, что не все так однозначно Такое прямо говорит, вот да, будем угрожать То есть он говорит как военный или как политик, но совершенно не как дипломат Это довольно важно В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Который тоже высказался по этой теме Заявил, что членство Украины в НАТО Отличается от членства Финляндии и Швеции Потому что у Киева с Москвой якобы есть территориальный спор У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией Сказал Песков, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО И тогда у России бы возник территориальный спор с государством в Альянсе Что несет огромные риски для всего континента Это вопрос серьезный, который вызывает нашу обеспокоенность Сказал Песков Мы будем внимательно следить, какие будут последствия Вступления Финляндии и Швеции в НАТО В прикладном плане с точки зрения нашей безопасности Но и тут еще надо напомнить, что недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Шутил об ударе стратегическим ракетным комплексом по Финляндии и Швеции В случае их вступления в НАТО Вот такие шутки у них Да, насчет шуток там опять прослеживается тактика Или молчаливый сговор в российской власти Как именно нужно информационно обеспечивать Всякие серьезные темы Сначала вперед выбегают самые нервные и громкие Типа Рогозина Кричат про удары Вот тут Рябков что-то еще говорил Так сказать, другие Потом выходит Путин и говорит Ну нет, непосредственные угрозы для нас Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Не создает Я сейчас цитирую Путина, который сегодня это сказал Таким образом Это вот очень давняя тактика Когда свита сначала выбегает и говорит Все, 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 сейчас всех порвем После чего выходит Путин и говорит Нет, не порвем, но обязательно погрозим Это очень давний прием Который я наблюдаю у Путина В течение 20 лет его, 22 лет его правления Но надо сказать, что запугивание Которое, в принципе, идет из Москвы Вполне возможно, имеет свое действие То есть, вот я сказал, что был саммит ОДКБ Организации договора о коллективной безопасности В понедельник И, например, на него лично приехал новый президент Казахстана Ну уже такой не очень новый, но укрепивший свою власть После недавних событий в Казахстане Касым Жамарт Такаев И вот он решил лично как бы засвидетельствовать Путину, что он с ним общается Более того, Такаев сказал, что приедет еще и на Петербургский экономический форум и так далее И вообще вот сейчас, если отвлекаться немножко от чистой темы нашего подкаста Украина, самое главное, и говорить о, в принципе, важном То надо наблюдать внимательно за Казахстаном, куда он идет Потому что сейчас, кажется, вырисовывается результат тех событий, которые там были Что Такаев стал очень сильно близко к Путину, близко к Москве и так далее Но на других вряд ли это распространяется Во всяком случае Александр Лукашенко делает все в своем стиле Чтобы все остальные страны в этом самом ДКБ испугались Вот он сегодня, Лукашенко, участвуя в заседании ДКБ Упрекнул остальных, что вот нет такой солидарности и поддержки Как это было во время казахстанских событий Просто вот прямой упрек Я думаю, что все, кто входит в ДКБ А это несколько государств постсоветских В общем, задумаются над тем, насколько им нужно повторять пример Белоруссии Которая буквально, так сказать, сейчас является вассалом России В том числе в смысле военного Ну и это видно очень хорошо из заявления Которое было выпущено странами ДКБ По итогам их заседания, несмотря на все разговоры Несмотря на все высказывания Лукашенко и движения Такаева ДКБ выпустило заявление о том, что эта организация готова К налаживанию практического взаимодействия с НАТО Ну то есть ничего такого агрессивного, очень даже мирное все Ну а теперь давайте посмотрим на то, что происходит в России Там штрафуют, задерживают людей по-прежнему Которые выступают против войны В частности, оштрафовали наших коллег Радио Свобода на 18 миллионов рублей За отказ удалить материалы по требованию Роскомнадзора Согласно картотеке, мировой судья рассмотрел протокол В отношении радиостанции по статье о неудалении запрещенной информации Протоколы составили из-за отказа Радио Свобода удалить В том числе, это я уже цитирую, фейки о военной операции в Украине Но они пишут на Украине, об этом сообщили в суде И также назначают штрафы И обычным россиянам Центральный суд Новосибирска Назначил местному жителю Станиславу Корзанову Дважды облившему синий и желтой краской крыльцо мэрии Два штрафа, суммарно равные 93 тысячам рублей Об этом сообщается на сайте суда 41-летний Корзанов провел акцию дважды, как я уже сказала И суд признал его виновным И назначил штрафы по статье «Дискредитация армии» То есть или фейки о военной операции, или дискредитация армии Я не очень понимаю, как можно истолковать просто краску Желтая-синяя краска – это дискредитация армии Но сейчас дискредитацию армии видят даже в призывах «Нет фашизму», «Нет войне» Это то, что я сейчас прям хотел тебе сказать Что когда российские полицейские задерживают человека За лозунг «Нет фашизму» Они-то понимают, о каком фашизме идет речь Даже если человек, который держит этот лозунг Этого никак не проявляет Типа знаем мы, что вы имеете в виду Ну, надо сказать, что атмосфера в России, конечно, сгущается Еще вот то, о чем я говорил Из-за сообщения о потерях О потере контактов с остальным миром и так далее И из-за санкций тоже Я сейчас перехожу к нашей обычной рубрике Автозаправочные станции англо-голландской компании «Шелл» Которая заявила раньше о том, что выходит из России Начали закрываться в России И, так сказать, сбытовый свой бизнес Она продает вроде как лукойлу Но вот больше никаких углеводородов из России «Шелл» получать не будет Она не хочет этого И закрытие заправочных станций европейского уровня На России, конечно же, скажется Кроме того, «Макдональдс» Кто-то этому, наверное, дико обрадуется Даже показно Но я напомню, что это крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания «Макдональдс» уходит из России после 30 лет работы в ней И мы в свое время, а некоторое время назад Полны были репортажами, медиа О том, как это 30-летие отмечалось Что там было в первом «Макдональдсе» и так далее «Макдональдс» продает всю свою сеть Весь портфель ресторанов Какому-то локальному покупателю Естественно, марку «Макдональдс» Нельзя будет использовать Я еще одну историю хотела рассказать О России Сегодня наши коллеги из «Медиазоны» Опубликовали эту историю 49-летний учитель Александр Бабуров 10 лет преподавал физику В частной подмосковной школе «Президент» Где учатся дети чиновников и бизнесменов И вот когда Началась война 24 февраля Он приехал, как всегда, на работу Ну, приехал пораньше в этот день Потому что он уже знал, что случилось Он в коридоре школы Встретил заместителя директора И предложил ей провести общее собрание Чтобы решить, что сказать детям В этой ситуации Но ему было сказано Такой необходимости нет Не надо ничего детям говорить Так вот, он решил тогда действовать сам Он в интернете скачал картинку Пшеничного поля под синим небом И музыку из песни Хотят ли русские войны? На получившемся слайде Он сравнил Владимира Путина С Адольфом Гитлером И призвал спасти Украину Отметив, что презентация Отражает его личное мнение И при этом он еще молодец Наладил трансляцию в коридоре школы То есть он не только одному классу показал Правда, но недолго эта музыка играла Потому что ему через 10 минут Пришлось выключить проектор По просьбе заместителя директора И после этого Александра Бабурова отстранили от занятий А потом и вообще уволили Сочтя его поступок аморальным Вот такая история Вообще, когда мы рассказываем новости О том, как в России люди выходят против войны Я думаю, что это вполне сравнимо Я уже говорил об этом С хрониками сопротивления во время Второй мировой войны И о таких людях нужно говорить обязательно Есть все время такая тема коллективной вины И коллективной ответственности россиян За то, что происходит Она все время очень громко звучит в социальных сетях Мне кажется, что сопротивление Это крайне важная вещь для всех тех Кто хочет остановить российскую агрессию в Украине Потому что, понятно, это сопротивление Показывает неоднородность и возможности изменения В самом российском обществе Что, собственно, и может повлиять На какие-то решения российского руководства Я думаю, что о хрониках сопротивления Мы будем обязательно рассказывать в каждом нашем подкасте Ну а теперь минутка радости Как всегда в заключении нашего подкаста Мы продолжаем следить за счастливыми историями Котов и собак украинских Которые возвращаются к своим хозяевам Так вот, одна из последних историй Похищенный россиянами кот из Бучи Кота похитили Проехал тысячи километров, чтобы воссоединиться с семьей Российские военные в Бучи Похитили восьмилетнего кота Породы Мейнкун по кличке Макс И животное нашли белорусские волонтеры Всю историю кота рассказала его хозяйка Алена Она рассказывает о том, что они выехали из города Но оставили кота, чтобы за ним вернуться Муж должен был вернуться обратно И кота забрать Но потом им стали звонить соседи И говорить, что поселок бомбят И высадился десант Они поняли, что возвращаться некуда И когда они наконец вернулись Когда вот эти киевские города Города в Киевской области были освобождены Они начали искать кота, но не могли его найти Весь дом был разбит, разграблен Мебель испортили Вещи вытряхнули из шкафов и так далее Все там лежало как попало Что-то украли, что-то собирались украсть Но не успели Обнаружили там растяжку с гранатой И начали искать Макса Но никак не получалось его найти Алена обзвонила Все волонтерские центры Волонтерские группы Не получалось И потом, наконец-то, прошло какое-то время Она получила звонок из Беларуси Выяснилось, что российские военные украли кота Он проехал более 300 километров В районе Гомеля Сбежал, прибился к местным жителям И потом вот как-то через местных жителей Местных белорусских волонтеров Он попал обратно к своей хозяйке У него был ошейник с кулоном И так, собственно, и нашли этого кота И опознали Ему сделали новый ветеринарный паспорт Вживили чип, чтобы передать польским волонтерам Он, наконец, вернулся в свою семью Очень похудел Но сейчас все с ним опять в порядке Его хорошо кормят И он в своей семье Невероятная история Конечно, коты же не разговаривают Они только владеют людьми Мы же знаем это Но, так сказать, каким-то образом Ему удалось, видимо, распространить Какие-то волны Которые помогли ему найти дорогу домой Прекрасная новость Поздравляем кота Макса И его хозяев из Буччи Со счастливым возвращением На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное» С вами были, как всегда, Ксения Трукова И Данила Гальпирович До встречи Большое вам спасибо за внимание Продолжим завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...